А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись в веткого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Это слово Господне. Садитесь, пожалуйста. Сегодня, братья и сестры, я желаю говорить о качествах возрожденного свыше человека. В послании Колоссянам апостол Павел говорит христианам, которые пережили рождение свыше, что гражданам нового общества уже не свойственно прежний образ жизни, в котором плотские мысли, желания, характер и старое мировоззрение однажды руководило их поведением. Теперь это уже в прошлом и чуждое в новой жизни. Человек, который осознал последствия плотского будущего, он принял для себя новые принципы, которые стали во главе его новой жизни. Вы знаете, для действительных перемен мало только верить, мало только соглашаться с учением. Необходимо эти принципы воплощать и применять в личную жизнь ежедневно и повсякчасно. Что это за принципы, учения или доктрина возрожденного свыше человека, которые записаны в послании Колоссяна? Вкратце, это прощение и спасение от прежних грехов через кровь Иисуса Христа, как написано, в котором мы имеем искупление кровь Его и прощение грехов наших. Это дверь в новую жизнь для человека, братья и сестры. Второе, это первенство Иисуса Христа. Это место, где кроется начало нового человека. Другими словами, в Иисусе Христе жизнь, рожденного свыше человека, она сокрыта прочно. И эта жизнь есть вечная, цветущая и непоколебимая. Третье, это совершенство Иисуса Христа. Совершенство Иисуса Христа – это эталон подражания и равнения возрожденному свыше человеку. Поэтому для действительных перемен, для видимых результатов все будет зависеть, как вы приняли Иисуса Христа Господом, так и вы будете ходить в Нем. Братья и сестры, это хождение будет налицо ни больше и ни меньше вашей веры в доктрины и учения Иисуса Христа и о Иисусе Христе. Не ожидайте неожидаемого. И это логично. Всякое начало, оно имеет свой логичный конец, не правда ли? К примеру, какой будет логичный конец тому, кто выйдет пораньше? Тот придет вовремя. Какой будет логичный конец тому, кто ищет? Тот найдет. А кто стучит, тому отворят. Иного нелогичного результата не может быть для человека в этой жизни. И будет очень глупо, если кто-то будет надеяться или ожидать чего-то иного. Поэтому апостол Павел в третьей главе Колоссянам первым стихом говорит, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где и Христос». Другими словами, если вы решили пойти по следам Иисуса Христа, то идите его путем. Возможно, среди нас есть те, которые еще не уверены или не пережили рождение свыше. Сегодня есть хорошее время, чтобы повторить учение, которое было нам проповедано и в которое многие из нас уверовали, чтобы применить его в своей личной жизни. И это учение записано в послании Колоссянам. Прочитав это короткое послание, вы получите ответы на все ваши вопросы. Возможно, кто-то скажет, «Ну, воскреснуть со Христом – это духовная плоскость, и я уж не такой духовный человек, чтобы мне попасть туда». Братья и сестры, вовсе не так. Писание говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божья. Мы воскресли со Христом тогда, когда мы услышали Слово Божье своими ушами через голос живого проповедника и поверили не проповеднику, а Слову, которое проповедник вещал, как посланник от Бога, передать его Слово. Поверить в то, что мы воскресли со Христом, это не есть невозможным. Вы знаете, когда мир смотрит на верующих, он думает, что это люди безрассудка. Но позвольте мне возразить, у меня, как у верующего человека, не хватает веры поверить в то, что из ничего произошло что-то. У меня, как у верующего человека, недостаточно веры поверить, что за миллиард, даже за сто миллиардов лет, я увижу, что механизм швейцарских часов соберется без участия разума конструктора. У меня, как у верующего человека, недостаточно веры поверить в то, что зло останется ненаказанным. А у вас достаточно веры поверить в это. Мы верим в то, что без начала не может быть конца. Поэтому наша жизнь имеет начальника жизни, которым является наш Господь Иисус Христос. И как однажды именем Иисуса Христа расслабленный получил исцеление через Петра, чтобы укрепить веру в Иисуса Христа, так и сейчас. Рожденный свыше человек укрепляет свою веру в начальника жизни, жизнь, которого никому невозможно отобрать. Мы знаем, что будет с корнем, то будет и с ветвями. Во втором послании Коринфянам 14 написано, «Зная, что воскресивший Господа Иисуса, воскреси через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами». Наша вера в это не есть слепая или принятие желанного за действительное. Наша вера, братья и сестры, основана на здравом смысле, который однажды был в невежде. Написано, что «Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования в славе Христа, который есть образ невидимого Бога». Второе Коринфянам 4,4. Видя, что происходит с людьми сегодня, с их разумом, с их мировоззрением, с их понятием и их поведением, мы видим слепоту их разума. Возрожденный свыше человек – это человек, который вышел из состояния умственной слепоты, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озерил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. И апостол Павел говорит, «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Кто-то те, которые однажды были. Это те, которые воплотили уроки и духовные принципы из Писания к Лосянам в свою личную жизнь во всех ее сферах, начав с первого и главного правила. А теперь вы отложите все. Что подразумевается под этим словом «все»? Это означает отложить прежний образ жизни ветхого человека. Это означает покончить с прежними делами, желаниями, взглядами, понятиями и так далее и тому подобное. В совокупности вся суть ветхого человека это есть гнев, ярость, излоречие и злоба. И все эти качества ветхого человека разрушают его самого и его среду, в которой он находится. Интересно заметить, что ребенка довольно нелегко обидеть. Почему? Потому что обида ребенка длится очень короткое время. Через некоторое время, не говоря уже о следующем дне, дети опять уже вместе играются друг с другом. свое утро они всегда встречают с радостью, но для взрослых все иначе. Взрослые помнят вчерашние обиды и свое утро порой они встречают с хмурым лицом. И это может длиться годами. Именно, братья и сестры, о таких качествах ветхого человека идет и речь. Именно против этих качеств ветхого человека рожденный свыше человек ведет борьбу и противостоянно ежедневно в своей жизни. Противостояние против желаний своей плоти. И это есть тяжелая борьба. В чем эта борьба может проявляться? Она может проявляться даже в таком простом, как наши речи. Поэтому Писание говорит не говорите лжи друг другу. Ложь не делает нас подобными Богу. Потому что написано Бог есть истина и в нем нет никакой лжи. Когда человек произносит ложь неправду или обман, то этим он оскорбляет ближнего своего. Этим человек унижает достоинство, почтение и уважение другой личности. Все это качество ветхого человека, который движимым грехом и духовной слепоты не видя света. Поэтому апостол Павел пишет в 7, 4, 25 «Посему отвергнувши ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу». Все качества ветхого человека, они должны удаляться нами от восхода до заката солнца повседневно в нашей жизни и на замен должны воплощаться новые качества, качества возрожденного свыше человека, братья и сестры. Этот процесс отвержения старого и принятия нового называется обличение в нового человека. Новый человек, он возрастает в образ Божий, как написано, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Очень часто в христианстве можно заметить такую доминирующую идею или учение небиблейских принципов истинного рождения свыше. Многие верующие думают, что достаточно веры в Бога, одобрения каких-то библейских учений, достаточно давать десятину или какое-то посещение собраний, достаточно соблюдения каких-то обрядов или праздников, чтобы быть правильным христианином. В реальности такой образ мышления есть характеристика номинального христианства. Это то состояние, когда человек просто носит имя христианина, не имея никаких обязательств, привязанности или ответственности. Настоящее рождение свыше происходит в момент, когда ветхий человек проявил реакцию, когда он услышал Слово Божие. Реакции могут быть разным, но есть одна реакция, которая доказывает, что произошло что-то особенное в его жизни, и это реакция осознания греха в своей жизни. Это подобно человеку, когда он или она осознает грандиозность проблемы в своей жизни и начинает немедленно искать пути к решению этой проблемы. И вот когда это происходит, это означает, что Дух Святой производит свою работу в этом человеке, смиряет его и ведет его к покаянию, к месту Голгофа Иисуса Христа. Именно там происходит очищение прежних грехов. Именно там происходит свержение плотского образа жизни и обличение новой жизни и нового образа, созданного по Богу в праведности и святости. Дорогие братья и сестры, мы живем среди общества в дни, которые покрыты мраком темноты. Но духовные глаза рожденного свыше человека не покрыты мраком. И он уже не является гражданином плотского общества. У него другие ценности, другие качества и другой образ мышления. Рожденный свыше человек не будет кушать завтрак в кровати или выходить в пижаме на работу или в школу. Сегодня это довольно принятые нормы. Рожденный свыше человек, он будет одеваться, как тот, кто пробудился от сна. Написано, ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света. к огнем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и по печенье о плоти не превращайте в похоти. Поэтому, братья и сестры, да поможет нам Бог все больше и чаще проявлять качество рожденного свыше человека в нашей жизни везде и с каждым, чтобы нам предстать перед нашим Богом совершенным в мере полного возраста Христова. Аминь. Помолимся.